Ребятки, наконец-то дали подержать в руках iPhone X. На самом деле это iPhone X, iPhone X, как говорят компании Apple. И вот это очень быстрый hands-on, быстрый обзор, первое впечатление. Это не полный обзор, естественно, постараемся сделать что-то подробное чуть позже. Но первое впечатление от этого смартфона, они крайне положительные, потому что в Apple говорят, что они давно, не только долго работали над ним, но и давно мечтали сделать его. И вот то, что здесь реализовано в техническом плане, в визуальном плане, в плане восприятия, в плане отличия от того, что было до этого, оно, конечно, чувствуется и ощущается по всем, по всем, по всем пунктам. Во-первых, конечно же, экран 5,8 дюйма. И самый, конечно, интересный большой вопрос, как будут вести себя приложения на вот таком вот экране, ну, все приложения подряд, если вот потестить. Об этом пока что в Apple ничего не сказали, но тем интереснее, потому что смартфон не сразу появится продажей, через два месяца только с момента анонса. И я думаю, что к этому моменту, естественно, у компании будет все отлично реализовано и продумано. Дисплей. Это первая интересная фишка. Здесь 5,8 дюйма. Супер ретина. Ну и ретина-то, в общем, такая, что нет ничего там такого, не увидишь каких-то артефактов и так далее. Ну, супер ретина. Еще ярче, еще насыщеннее и так далее. Но перейдем к самому волнительному моменту. Это отсутствие кнопки Home на экране. То есть, естественно, на передней панели. Кнопки Home нет. Теперь разблокировка осуществляется не по сканеру отпечатков пальцев, как было раньше, а по распознаванию лица. Это называется Face ID. Очень много вопросов к этой технологии. Как она будет работать? Как она будет работать в темноте? Если человек отрастил бороду, надел шапку, нарядился в Деда Мороза и так далее. Но в Apple говорят, все окей, расслабьтесь, мы все продумали. Девушка, там была презентация, выпрыгнула из бассейна, смартфон лежит вот так. Она как-то так раз посмотрела на него, лицо все в воде, смартфон тут же разблокировался. И показали, естественно, нам более обычный, реалистичный сценарий. Ну, то есть, вот прямо здесь люди... Вот в одном случае, из скольки-то там вот бывало где-то как-то он повернут не так, или кто-то рядом к вам прислонился, он бывает так сомневается. Но в основном работает прям отлично. Но нужен, конечно, более подробный тест. Система, которая здесь сверху установлена, показывали. У них на экране даже не хватило пунктов, чтобы все тут в экране уместить, потому что мелким шрифтом было написано количество технологий вот в этой верхней маленькой панельке. Оно какое-то запредельное там, то есть, сколько они над этим работали, тестировали, я вот даже, честно говоря, не представляю. Но очень интересно, потому что еще Apple Pay завязана на эту систему. Обычно в магазин там в ночи придешь, так сказать, да, там за хлебом весь помятый такой, там послали за картошкой. И ты там, да, приложился что-то пальцем. А вот как отреагирует Face 1 на твое помятое вечернее лицо, когда ты пришел в продуктовый магазин, в очереди стоишь и тут достаешь. Вот это очень интересно. То есть, вот эта система у меня больше всего интереса вызывает. Сам корпус, конечно, самый-самый-самый, который сейчас есть у компании Apple. Стекло сзади, в Apple говорят, что тут все супер прочно. Но вот это первое, мне кажется, вот смартфон, вот честно, вот лично мое впечатление, которое не хочется убирать в чехол. И он в руке лежит очень классно, потому что стекло, в отличие от алюминия, да, у предыдущего, оно прям... Можно вот вас попросить, пожалуйста, телефончик, да? Вот, в отличие от алюминия, оно не скользит в руке. Если вот, вот у нас прекрасный розовый, Rose Gold 7+, вот он поскальзывает в руке, большое спасибо. А вот стекло в десятке, оно прям... Как работает отсутствие кнопки Home? То есть, все делается свайпом. Свайп отсюда, тапом разблокируется смартфон, свайпом снизу вызывается меню, когда он заблокирован. А если мы хотим сделать, да, мультитаскинг, свайпом снизу и задерживаем, появляется у нас приложение. Огромное количество разных софтовых фишек, здесь улучшенная камера, те же 12 мегапикселей, плюс 12 мегапикселей, обновленная вспышка. У меня даже времени, не хватит сейчас написать то количество технологий, которые они сюда поставили. Огромное количество, более быстрый процессор, A11, Bionic какой-то там, нейросети, машинное обучение. Чего только здесь нет, это прям не хватит нам двух часов, которые нам выделили, чтобы обо всем этом рассказать. И для каждого человека в определенных обстоятельствах эти фишки будут, мне кажется, полезны. От 79 тысяч в России с 3 ноября это все будет доступно. 999 долларов в Америке, но это плюс налоги, плюс дискомфорт от того, что надо поехать, надо купить и так далее. Но разница в ценах, конечно же, есть, но она уже не такая принципиальная, слава богу. И, конечно, гаджет, ну да, вот этот гаджет, вот все ждали. Вот менять или не менять, меня спрашивали накануне презентации, дождались, кто дождались, молодцы. Я думаю, что менять, потому что то, что здесь сделано, реализовано, это прям классно. И Apple, ну, как обычно, молодцы. Ждем ваших комментариев, нам всегда интересно их почитать, с большим удовольствием. Спасибо.